Я с вашего разрешения начну лекцию с такого краткого сообщения, которые не имеют прямого отношения к ее тене, но наша наука, палеонтология в частности, переживает сейчас замечательный период бурья натиска, когда открытия идут просто одно за другим, причем открытия действительно совершенно эпохальные, фундаментальные, которые довольно здорово меняют нашу картину мира. Вот буквально за два месяца последних, может быть, кто-то отметит еще какие-то события, но я отмечу два открытия в области биологии. Одно касается палеонтопологии, то есть происхождения человека, а другое касается предбиологического метаболизма, то есть тема происхождения жизни, вот одно из двух, то есть у нас, как известно, есть там три темы, которые вроде как имеют происхождение Вселенной, происхождение жизни и происхождение разума, которые вот единичные события, которые требуют отдельного объяснения, читая чудо, так вот, соответственно, с происхождением Вселенной, вот слава богу, 20-е, 30-е, 40-е годы 20-го века более-менее разобрались, сразу, но более-менее разобрались, так сказать, в эпоху 70-х, как-то появились обезьяны Гарднера, когда стало понятно, что мышление человека, мышление человекообразной обезьяны, ну, конечно, это разные вещи, но, тем не менее, это не пропасть, а перешагиваемая трещина. Вот происхождение жизни долго не могли ничего сообразить, результаты пошли буквально последние годы, буквально как раз пару месяцев назад, в лаборатории Сазерленда, Кембриджской, это та самая лаборатория, в которой пять лет назад удалось из простейшей органики, наконец, сделать активированные эмплеотиды, ну, сахара удалось собрать давно, ну, с аминокислотами, так сказать, вот некоторые проблемы, ну, кое-что, так сказать, собиралось, а вот нуклеотиды не давались решить, вот Сазерленда удалось собрать нуклеотиды, и единственное, что органика была всё-таки не совсем простая, там присутствовал ацетальдегид, то есть это не совсем простое вещество, и говорили, что на Земле много не может быть, ну, они занялись тем, что начали из совсем уже простой неорганики делать ацетальдегид, и попутно оказалось, что они благополучно собрали, а попутно оказалось, что там есть предшественники практически всех аминокислот и предшественники глицерина, причём это именно побочные продукты этой реакции, которые замечательным образом катализируют её саму. Поэтому теперь получается, что из цианистого водорода и серого водорода присутствует двухвалентных атомов меди и цинка, это всё сильнейшие яды, понимаете, да? Что вот из смеси всего этого добра в условиях жёсткого ультрафиолетового облучения, периодически чередующегося, вот как раз и получаются внятным образом предшественники жизни, причём это автокаталитическая реакция, которая потом дальше начинает крутиться сама по себе. Так что есть серьёзные основания полагать, что вот на всём запасной планеты, и о чём мы говорили, что если есть планета с водой в каком-то жидком состоянии, у которой температура нечистого равновесия, нужно мурьём из ста, что вот на такой планете жизнь будет с очень высокой степенью вероятности. А поскольку Сазарлен перед этим показал, что те периновые основания, которые он синтезировал, почему именно эти четыре буквы, грубо говоря, в генетическом коде, почему именно они? Оказалось, что это просто те единственные основания, которые устойчивы к ультрафиолету. Там получается куча всяких паразитных вещей, остальное просто распадается. Поэтому можно даже предположить, что возможно на этих других планетах, где жизнь будет возникать, что там, возможно, и генетический код будет тот же самый. Просто потому, что это тупо устойчивый к ультрафиолету. Это значит, вот одно открытие, прямо имеющее отношение к их происхождению жизни. А второе открытие, вот буквально на днях, было опубликовано палеоантропологи, опять в Восточной Африке, опять, так сказать, на берегу знаменитого офера Туркана, нашли следы орудийной деятельности, возрастом 3,3 миллиона лет назад. Причем это отчетливо другая орудийная технология, чем старейшая до сих пор использованная ау-бувайская знаменитая технология. То есть это точно делал не человек. То есть это точно время австралопитеков, причем не самых поздних австралопитеков. То есть, ну, обголотые гайки всяких австралопитеков и раньше встречались, мы с ними вместе находили, ну, мало ли, так сказать, подобрали там где-то здесь. Нет, здесь нашли, так сказать, вот рубиловитейный цех, там кузницы, 130 артефактов, причем 3 типа артефактов, ну, дальше, так сказать, в помощью метод экспериментальной археологии все это делали, воспроизвели. Как примерно это делается? Принципиально другими способами, чем это было у Волду, у создателя ардувайской культуры. Почему это важно? Дело в том, что человек, он категорически не может не провести некую границу и не дать название четкое. По нынешнему времени количество промежуточных форм, ну, грубо говоря, между человеком и обезьянами таково, что все границы давно стерны, все плавно-плавно переходит, переходит в дружку, но нам же нужно все-таки обязательно ткнуть пальцем в некое место, то есть вот до сих пор обезьяна вот с этого вместо человека. Решение было принято конвенционально, чисто. Будем считать человеком то, с чего начинается орудийная деятельность. Вот Алдувай. Ну, Алдувай вполне обоснованно приписывается Хаббелисом. Хаббелис, анатомически, это, в общем, городсельный астропитек, как бы хорошего. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, объема мозга побольше. Просто с той поры, как вот постановили конвенционально, что будем считать с этого момента человеком, вот сейчас вот. Человек, это когда объем мозга, так сказать, начинает с 600. И теперь, когда появляется вот эта самая картинка, теперь становится понятно, что появление орудийной деятельности, это не критерий, соответственно. Поэтому нет никаких оснований, опять-таки, привязываться и к цифре, к 600 кубикам, которые составляют объем мозга. И на этом месте становится непонятно вообще, в какое место можно ткнуть, чтобы сказать, что вот здесь, вот до сих пор обезьяна, а вот с этого момента человек. То есть чрезвычайно интересные вещи, и открытие действительно прорыве. Так что рекомендую, да, рекомендую сайт элементы.ру, который вас регулярно с этим делом знакомит. Вот. А теперь позволю себе перейти непосредственно к нашей теме о кризисах, вымираниях, неравномерности эволюции, к внешнему и внутреннему причинам кризиса и вот всему такому. Ну, мне довольно часто приходится во всяких аудиториях отвечать на вопрос, так сказать, вот вы вроде как, вы как палеонтологи, вы допущены ко всяким тайнам прошлого. Ну, мы понимаем, что мы там все, конечно, давали подписки, а не разглашениями, но ведь давно устарело это не нём, правда? Что я вам всегда говорю, да, правда. Да, ну слава богу. Ну, как вы слыхали, был такой копир, придуманный, эксцентрическую систему, что не Солнце вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Так вот, Коперлик тоже устарел и отменён. А вот в школе учили теорию электролитической ассоциации Сванта-Арениуса, да, что вот молекулы натрий-хлора распадаются на два иона, значит, вот два таких шарика, значит, вот пенк-монка выходил заряженный положительный, другой отрицательный, на одном нарисовано натрий, на другом хлор. Так вот, Сванта-Арениус отменён и устарел. И планетарная модель атома Бора, вот, да, с положительно заряженным ядром, летающими вокруг него шариками и отрицательно заряженными электронами, а это тоже устарело, и Бор тоже отменён. Вот в этом смысле Дарвин отменён вместе с Коперником, Рейниусом и Нильсом Бором. Потому что на его месте возникли другие, на этом месте возникли другие модели, которые более адекватно, с учётом, Дарвин, 150 лет вообще-то говоря, столько времени в естественных науках модели не живут. Как легко догадаться, это не тематика хорошо, теоремы Бифагора или Бенома Гетона написали, и дальше, так сказать, всё это дело не меняется. В естественных науках модели сменят одна другая. Вот, Тарвиновская модель сыграла свою, так сказать, замечательную положительную роль, вместе вот со всем, чем перечислили, но сейчас, так сказать, модели несколько другие. А, то есть, Тарвинов всё-таки наделал ошибку. Да, были. А вот какие ошибки были у Дарвина? Ну, на самом деле, ну, во-первых, Дарвин, когда писал свою книгу, он просто, там есть специальная глава, где он перечислил, честно и чётко, перечислил вопросы, на которые наука в его лице, так сказать, в этот момент давать, дать ответов не могу. например, о кембрийском взрыве, что вот до кембрийски и немые толщики идут, 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 а потом с некоторого места появляются множество более-менее знакомых нам форм жизни. Откуда? Должна же быть какие-то предшественники, вот они не обнаруживаются. И прочее. Вопросы, так сказать, вот там вопросы в некоторое количество. На большую часть из них ответы даны, часть, так сказать, подвисает, если так честно. Но, кроме того, кроме вот этих сформизованных вопросов, Дарвин сделал действительно две ошибки. Они были, это был не фэтл эрор, но тем не менее ошибки были серьезные. Каждая из них привела в итоге к очень серьезной модификации Дарвиновской картины, эволюции, которую он нарисовал. Значит, первое, обе они как водится, возникли из очень простеньких вопросов, так вот, как только категории детских. В одном, с одним вопросом его поставил в тупик такой, как сказать, простой английский инженер Дженген, который сформулировал парадокс Дженгена. Звучит он так. Почему полезный признак в следующих поколениях не так сказать, разбавляется? Ну, Дженген, как положено англичанину середины 19 века, пример свой проиллюстрировал с таким английским расизмом, поэтому у нас пророкс Дженген обычно, когда о нем пишут, вот сам пример не очень воспроизводят, но Дженген иллюстрировал просто. Представим себе, что на некий остров тропический выбросило штормом замечательного нашего английского боцмана, который, конечно, умнее всех этих самых чернокожих туземцев, он быстренько становился вождем этого племени, все женщины племени в его распоряжении, через некоторое время остров наполнен замечательными мулатами, которые более сообразительны, чем коренного населения. Но дальше все помирает, после этого в следующем поколении они белые только на четверть, через час они на восьмушку и через некоторое время они возвращаются обратно в свое первобытное состояние к опе-людоедству и всему прочему. Примеры, еще раз говорю, российские, это самое, но суть вопроса никуда не делается. Почему полезный признак не разбавляется последовательными разведениями в следующем поколении? Дарвин ответа на этот вопрос найти не сумел. В результате Дарвину пришлось допустить, чтобы вывернуться из этого парадокса, ему пришлось допустить наследование приобретенных признаков. Дарвину дико не нравилось наследование приобретенных признаков. Причем, поскольку есть несколько переизданий при жизни Дарвина, видно, как он с этим боролся. Но детства было некуда. Ответа на этот просьбик и детский вопрос не было. При том, что на самом деле ответ заключается в одной фразе. Это ошибка недаргана, это ошибка всей тогдашней биологии вместе. Не было ни малейших представлений о природе наследственности. Не то, что о ДНК, генах, во всем прочем. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно знать одну вещь, что наследование осуществляется при помощи дискретного кода. То есть у нас не разбавление, разведение разболтанной в воде краски, а у нас вода с плавающими в ней шариками разноцветными, которые неким образом комбинируются, но, тем не менее, они остаются. Самое обидное в этом смысле, что Дарвин ответ на этот вопрос держал в руках. Известно, что Мендель книжку со сложением своих опытов о горохе он прислал Дарвину. Дарвин ее открыл, провестал и совершенно неоценил. Вот это действительно видно. А в этой книжке и содержался ответ, что да, наследование дискретно. Все, система была закрыта. Но, поскольку Дарвин еще раз пришлось выпускать наследование приобретенных признаков, дальше пошли эксперименты, дальше приходит товарищ Вейсман, который в изложении вулигаризированном известном публике тем, что рубил мышам хвосты, рубил и рубил хвосты, и дальше стало понятно, что сколько хвоста мышам хвост не рубит, короче, он не становится. Вот не наследуют приобретания признаки. И, если мы сейчас посмотрим в историю науки, то на момент зарождения генетики, как некого отдельного научного направления, то есть на самом конец 19-го, начало 20-го века, генетики были яркими антидарвинистами. Ну, потому что, ну, точно же, но это точно не так, а это вещь, которую не спрячешь, которую не обойдешь. Вот в итоге оказалось все не так страшно, в итоге переоткрыли законы Менделя, дальше, так сказать, классический дарвинизм посадили на базис из генетики, и в итоге получилось как раз синтетическая теория эволюции, которая, собственно говоря, является сейчас нашей ведущей научной парадигмой в этой области. Там просто стало понятно, что единицы отбора являются не осы, а популяция, что закономерности и статистический характер. Все, в общем-таки, тут стопено, все пришло на свои места. 20-е и 30-е годы было время формирования синтетической теории, к 40-е все успокоилось, и в общем-то, и в общем и целом концы сошлись с концами. Но был второй вопрос, который был, проистекал уже от не от генетиков, а от палеонтологов. Опять, если вы посмотрите, в каких областях биологии больше всего антидрогенистов, то вы видите, что это генетики соответствуют и палеонтологи, с другой, причем палеонтологи лидируют. То есть, на самом деле, практически все крупные антидрогенисты в той или иной, того или иного градуса полимического задора, расхождения свинаний, в большинстве являются палеонтологами. Почему так? Дело в том, что Давлин был учеником и соратником Лаеля, основоположника современной исторической идеологии, а лаельская парадигма и, собственно говоря, и вся естественная наука середины 19 века, она в значительной степени возникла в поливе с катастрофистами, которые предполагали, что в истории Земли периодически случались катастрофы, перевороты и все прочее. Что в то время, как у Лаеля, Дарва и всех прочих людей, работавших в главенствующих парадигмах, на фронтоне тогдашней естественной науки было высечено обширенными куклами. Природа не делает скачков. Все развитие идет путем накопления небольших изменений и очень равномерно. Вот это что очень небольшими продвижениями и очень равномерно повреждениями. Это шло всегда единым пакетом. В голове совершенно не разделялось. Вот из этого следует как у нас выглядят древеса происхождения генеологические древа таксонов. До сих пор это все собственно так ирисуется обычной волшебной. Вот вид А, вид Б, таксон не обязательно вид С. Вот у них есть общий предок. Вот он где-то здесь делится дальше ее постеление на следующий вид. Шкала времени понятно, да? Более или менее равномерно накапливаются изменения, дальше накапливаются изменения, которые приводят к расщеплению этого предкового ствола на два других, и изменения накапливаются в разных венках. Все это идет более или менее постоянно по времени. Отсюда следствия. Если вы посмотрите на эту картинку, положите в горизонтальную плоскость, то у вас получится, что во времени все изменения идут с более или менее постоянной скоростью. Ну, плюс-минус ерунда. Из этого должно следовать, какое из этого первое следствие. Кого должно быть больше? Кого должен, кто там чаще попадаться в руки? Вот какие-то промежуточные формы или терминальные? Промежуточные, естественно. Их просто на порядке больше. А этого по факту не так. Это по факту не так. Что у нас много терминальных форм и резкий дефицит промежуточных форм. Ну, хотя говорят, что промежуточная форма нет вообще чепуха, но то, что промежуточных форм меньше, чем терминальных, когда должно быть строго наоборот, это медицинский факт. И от этого противоречия детства было совершенно негативно. И здесь, ровно так же, как с парадоксом Дженкина, Дарвину пришлось выкручиваться откровенно. Дарвин выкрутился довольно оригинальным способом. Он сказал, что палеонтологическая летопись не полна. Против этого никто не возражает. Палеонтологическая летопись сильно не полна. Полна флакум. И с чем он делал следующий шаг? Она не полна настолько, что она не отражает вообще ничего. хорошо, что есть некоторое количество всяких зверушек травок, которые росли в предыдущей эпохе, но никакого подобия цельной картины из этого вынести нельзя совершенно никакими путями. То есть палеонтологическая летопись неполна настолько, что о палеонтологии можно вообще забыть. Дарвин это написал просто не русским, а английским по-белому, что если кто полагает, что палеонтологическая летопись адекватно отражает картину исторического развития мира, то он мою книжку может закрыть и дальше не читать. Как легко догадаться, палеонтологами такая постановка вопросов очень не понравилась. Ну да, у нас материал нельзя сказать, что он совершенен, но, во-первых, на всякий полный свой коловорот, всякие дырки преодолеваются, к ним есть тофономия, которую в окончательном виде сформулировал наш ученый Валентин Чефремов, который кое-кто из вас не знает, как писателя фантаста, вообще он был очень крупным палеонтологом и геологом, вот в частности он свою госпремию получил не за литературные достижения, а как раз за антофономию, то есть за науку о закономерностях формирования палеонтологической редкости, то есть как что выпадает из нее, то есть это аналог того, что в гуманитарных науках называется критика источников и источников видения, то есть каким образом из заведомо неполных противоречащих друг другу источников можно сформировать более-менее цельную картину. Соответственно палеонтологи очень обиделись Дарвина очень сильно не взлюбили и конечно входят в дальнейшие свои работы опять когда я говорю вот опять для публики которая не является биологом происхождением Дарвин и эволюция между ними как-то возникло знак равенства и даже я бы сказал тождество. Это не совсем так. Есть довольно много не-дарвиновских моделей эволюции которые отвечают за дарвиновские более-менее сильно. Вот один из моих учителей в области палеонтологии Сергей Петрович Меин блестящий палеопотаник один в одной из светил этой области он как раз был довольно ярким антидарвинистом. при том что он был очень хороший полемист популяризатор он пользовался большим идеями во время одной из дискуссий он как-то я тут боюсь быть привратно понятым из того что теории эволюции пестрят всякими провалами неприятностями противоречиями и прочим вовсе не следует каких-то сомнений в факте существования эволюции в существовании которой не сомневается ни один исследований ни один естественный испытатель не имеет природной памяти модели могут быть разными но в частности предложили на одну из моделей эволюции сейчас всем нравится что произошло дальше феномен с дефицитом переходных форм он никуда не девается от этого и вот если то противоречие в которое ткнули пальцем Дженри и с ним удалось вывести к 20-м годам 20-го века здесь неприятность с этим переходными формами все что тянется она тянулась почти до 70-х годов 20-го века но потом как водится это нормальным образом разрешилось разрешилось она в рамках опять-таки модифицировавшей не отменившей Дарвена а модифицировавшей его модель концепции прерывистого равновесия которую первоначально сформулировали двое американских исследователей Эдридж и Волт который состоит в том что вот эта вот картинка которая нам привычна по всяким учебникам старого руководства и прочее на самом деле выглядит несколько иначе вот на той же временной шкале вот это все должно выглядеть должно выглядеть вот так те же самые виды на самом деле это выглядит вот так вот это развивка то есть в действительности вспомнили о том что то положение что эволюционный процесс очень равномерен во времени то есть собственно практически совсем равномерен во времени это собственно говоря это не полученное не эмпирическое путем опобщения а это просто исходное допущение на уровне аксиоматики вот если мы применяем это исходное положение то у нас на которое собственно говоря все эти изменения и упрессовываются на этом месте стало понятно как то есть картинка на этом месте стало понятной да и понятное дело что в основном ловим что мы в основном ловим вот периоды зверей как раз в стабильном состоянии поэтому у нас в основном виды как виды а переходы да действительно они редки но они так и должны быть исходя из такой картинки не равномерности а дальше возникает дальше возникает самый интересный вопрос почему почему палеонтолог так не нравилось исходно вот это вот вот это вот вот это вот вот это вот потому что дело не только в самих по себе переходных формах и не в том что Чарльз Спенсер так вот так сказать проигнорировал можно сказать целую научную в том что он сам он сам описывал материалы поискования млекопитающим из Южной Америки по своим собственным материалам там скравляет Библию уж сам разрезанно в той же Южной Америке дай бог сколько имел дело то есть он знал о чем пишет а неприятность состоит в том что вот эти периоды резких изменений достаточно они еще к тому же суммируются между собой то есть если допускать что все у нас равномерное относительно независимо то есть относительно независимо применирование в группах видов у нас все будет и в грубо говоря в мировом масштабе на временной шкале изменения должны происходить более или менее более или менее постоянно более или менее постоянно и никаких особо сгущений этих изменений быть не должно а сгущение опять есть это медицинский факт у нас есть периоды резких изменений фауны по которым по которым собственно говоря мы не делим геохромологическую шкалу что чем резче изменения фауны флоры тем четче граница тем граница более высокого порядка разделяет эти участки геохромологической шкалы поэтому если если мы считаем что никаких закономерностей вот в появлении таких резких периодов изменений нет у нас вообще-то говоря на этом деле умирает вся стратеграфия как таковая которая есть и которая отлично работает вообще-то это медицинский факт значит дальше перед нами встает вопрос что является причиной вот таких резких изменений согласованных изменений фауны которые точно есть и следует предполагать что тут имеется некая взаимозависимость то есть то ли вариантов тут опять-таки два исхода принципиально принципиально инициативы друг к другу что есть вариант что изменения в одном звене биосферы провоцируют изменения в других зрениях то есть через тем или иным способом через экономию через экологические связи между живыми организмами изменение если оно есть оно начинает затратить все более широкий круг жизненных форм оно порождает в системе автокаталитические связи как мы сейчас сказали и вызывает либо обрушение системы либо нервные сильные усиливы по последующим усовершенствованиям либо другой вариант что система живет себе живет 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 а потом вдруг происходит нечто некое сильное в небе сферное воздействие вы загибая пальцы легко из всякой научной не только научно-популярной сколько и научно-фантастической литературы потому что к науке то есть трудно вспомнить взрывы сверхновых изменения магнитного поля земли который больше не может удерживать потоки активных частиц прилет астероидов которые убивают всех динозавров на этом месте катастрофический вулканизм когда все вулканы разом извергнулись все живое отравилось серой тяжелыми металлами на этом месте понятное дело что биосфере будет тоже очень плохо это должно вызывать в нем резкие некомпенсированные вымирания которые потом жизненное пространство освобождается на этом месте происходит его освоение новыми формами которые более прогрессивны это в данном случае уже не важны это вопрос интерпретации таким образом для того чтобы объяснить вот эту неравномерность и наличие крутых перемен в структурах можно апеллировать к внешним или к внутренним условиям внешним или внутренним воздействиям биосферу все мы опять-таки смотря всякие пбс-шные сериалы читая я уж не говорю глядя на американские фильмы которые развивают телу катастроф мы знаем что неокатастрофизм по нынешнему времени чрезвычайно моден нынче вся публика уже знает что динозавры умерли потому что прилетел астероид и всех их поубил а это вроде даже такое общее место что даже странно может быть как-то иначе но тем не менее странности на этом месте остаются вот как раз в году по-моему в 11 в журнале Science появилось довольно странное содержание статья значит это была коротенькая статейка буквально 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 на странице чуть больше в которой список авторов превышал объем текста а сам текст гласит что совершенно не академической мере а вот совершенно не свойственное вообще научное поле сэнси что астероидная гипотеза это основа всего это фундамент руки прочь и вот так сказать дать по рукам творушникам и всяким прочим что причина нервных всех этих самых нервных реакций необычных весьма необычных все дело в том что из внутри лагеря катастрофистов свой черед происходит очень интересные изменения что вновь обрела популярность вулканическая гипотеза то есть что не астероид поубилал динозавров а что все в результате вулканических извержений происходит здесь я напомню что представление об крайне резкой изменениях планетарной биографии на границе между мелом и полиогеном связывают с тем что в этих местах что как раз ровно по этой границе проходит так называемая едиевая аномалия значит там имеется участок имеется прослой глин очень сильно обогащенных редким металлом платиновой группы ирития ирития это металл платиновой группы он хорошо растворим в железе поэтому почти весь иритий который у нас имеется на планете он ушел в ядро поэтому логично предположить был высказан в 80-е годы двумя физиками Альвареса отцом и сыном один астрофизик другой физик элементарных частиц хороший набор специалистов для рассуждения о прошлом что в действительности все дело в том что прилетел астероид железный астероид нам тут про астероиды сегодня рассказывали вот эти детали как-то до них не дошла речь представление то что астероиды представляют собой фрагменты планетных ядер соответственно поэтому метеориты бывают железные кто-то читал он прилетел железный метеорит взорвался в атмосфере не в атмосфере точнее как раз дошел до земной поверхности дальше поднялись огромное количество пыли среди этой пыли был иридий вот иридий опустился иридий опустился а пока опускался всю атмосферу планеты затемнило замутнило ядерное изменяю изображение астероидная зима холодно темно растение перестает фотосинтезировать углекислый газ из атмосферы не убирается углекислый газ растворяется в океанах на этом месте растворяются ракушки карбонат секретирующих организмов потому что кислотность океанской воды растет ну в общем-то норма гидон норма гидон нормально да на этом месте можно напомнить единственное что можно напомнить что начинается в 80-е годы но иридий можно брать не только из астероидов иридий вообще-то говоря в рамках именно катастрофической конструкции можно брать и из метра планеты и вообще-то говоря представление о том что это результат вулканической активности это было эти воззрения появились даже немножко раньше чем астероидная гипотеза но вот дальше уже вступили в действие не вполне научные вещи то есть не антинаучные а ненаучные дело в том что астероидную гипотезу со страшной силой лоббировала НАСА что значит лоббировала ну то есть через революционную грандовую политику и прочее геологи которые лоббировали вулканическую гипотезу были в это время в меньшем почете поэтому а дальше мы опять имеем как во многих местах систему с положительной обратной связью количество статей по астероидной гипотезе растет это становится как кто ну кто же этого не знает а дальше а дальше все дальше все это так сказать ключевая вещь в ее рамках можно только производить некоторые усовершенствования некоторые причем при этом опять естественно что при нормальных добросовестных исследованиях из чем ты не исходил ты ловишь попутно массу всяких интересных материалов несмотря на несколько ироническое отношение астероидной гипотезе я опять я вовсе не хочу приуратное поле ни в какой раз не хочу сказать что в рамках ее ничего не сделано спасибо сделано сделано масса всего интересного но значит в астероидной гипотезе есть куча уязвимых мест но одним из главных является то что подобных иридиевых аномалий которые то есть иридиевых просвоев по всему миру их имеется целое количество и вымираний крупных опять же имеется целое количество вот совпадают они один единственный раз вот написано коллегеновой границы вот в других случаях таких совпадений то есть чтобы одно совпало с другим нет и уж слава богу например по перматриасовому вымиранию там на этой перматриасовой границе рылись так что очень добросовестно и очень много очень хотелось найти следы астроинного пакта ну эльферонований как не было так и нет в нем по-моему по-моему разу случая ну там есть тектиты и стеклоидные тела которые можно интерпретировать так но в общем и целом получить картину столь убедительную как для мелкой герой границы не решается а на мелкой герой границе тем более что теперь есть утвержденная кандидатура это чексуумский кратер на побережье Юкатана да там 130 км в диаметре все очень похоже на те параметры которые предсказали альвареса как это должно быть что по возрасту он очень как тогда по крайней мере казалось что очень хорошо подходил к моменту этого самого умирания все вроде все все на месте но с другими травмированиями сколько нибудь отчетных следов импакта не получается и на этом месте опять оживляются вулканисты которые говорят что у вас вообще одно событие но у нас так по крайней мере два потому что границы мелой палеогена соответствуют колоссальным вулканизм когда получаются деканские травмы то есть это миллионы километров лавы которые извиваются на поверхность вы получаете тут же те же самые неприятности с огромным количеством вулканических газов вы получаете атмосферу то замутненную то получаете закисляемый океан в общем армагедон можно получить ничуть не хуже а пермотресов границы очень хорошо соответствуют такой же лукамизм который привел к образованию средосибирского плоскоголия и плата футарана тоже представляете себе умность который занят сплошная лава грубо говоря то есть на этом месте просто у нас все-таки как говорится две губны и одна губна мы-то все-таки линию проводим через две точки а вообще через одну и возрождение интереса к вулканической патистолической гипотезе оказалось резким что собственно говоря и вызвало вот эту самую сайсовскую отповедь от сторонников астероидной гипотезе потому что да потому что опять парадигмы изменятся изменятся опять редакционная грантовая политика кто окажется в инстрии а кто не в инстрии это серьезные вещи на этом месте возникает вопрос а мы-то палеозоологи и палеоботаники вот как относимся к этим расхождениям между пухаристами и поборниками астероидной гипотезой ну если честно то вот примерно так же как профессор преображенский относился к расхождению между транскистами и пухаринцами ну да нет это существенная вещь но прямо к нам это как-то вот к другому вот например есть у нас на нашем Доминомастоке в Амурской области такая цыгаянская свита с ней очень она хороша тем что она находится точненько вот на этой самой мелкой геновой границе тут просто опять я могу напомнить и кому-то напомнить кому-то рассказать что по нынешнему времени есть очень хороший метод абсолютного датирования вы знаете что ископаемые в осадочных породах осадочные породы датируются по составу ископаемых относительный возраст мы определяем а изверженные породы определяются абсолютным по радиоизотопии неприятность была всегда в том что у тебя либо осадочное соответственно либо изверженное ты можешь либо относительно возраст определять то есть ты определяешь период часть периода свиту в конце концов но никогда не знаешь когда это точно было в миллионах лет значит про изверженные породы ты можешь знать миллионы лет но ничего не можешь никак как правило не можешь это привязать к биохранологической шкале поэтому огромную зимность представляли те разрезы в которых есть чередование всех и других пород и нам можно было сказать что вот верхний киловей перекрывается такой-то изверженной толщей поэтому мы можем сказать что киловей это плюс 138 миллионов лет сколько точно опять мы не знаем и только поджимать сверху снизу как вилка в артиллерии в общем и целом в общем и целом это работало но потом появился совсем замечательный метод просто физики работающие с радиоэзитопией научились работать с совершенно микроскопическими количествами вещества и можно работать с луканическими пеплами луканический пепел летает везде и оседает в том числе и в бассейны лотные соответственно в слоях с осадочными породами есть некоторое количество вулканического пепла его можно датировать поэтому в тех районах где был активный вулканизм вот например почему так хорошо сейчас не только поэтому но в том числе почему такие гигантские успехи сейчас с полеонтропологией с историей происхождения человека одна из причин этого рывка в том что африканский рифт где все это происходит это район активного вулканизма нынешнего из старого что нынешний там общенную пельманджаро торчит но раньше всего этого побольше поэтому все эти самые толщины где имеются все эти предки человека они все перекрыты прослоями с вулканическими пеплами и все это очень четко привязано с одной стороны к сменам фаун которые относительно датированы с другой стороны связаны с абсолютным датированием достаточно хорошим так вот соответственно возвращаясь к нашей циверянской свите которая ровно на селедке которая приходится как раз по пеплам она находится ровно там где надо поскольку это именно эталонные вещи туда съехались здоровенная международная экспедиция для того чтобы оконтурить посмотреть как на самом деле на ботанике выглядит смена фаун на смену флор на границе мелкой полиогенов по первому сезону они пришли в полный ужас потому что изменят вообще с гигантским трудом напрягши все способности им удалось поделить цыгаянскую свиту на верхней цыгаянской и нижней цыгаянской сезону даже не гара родила мыши а тень мыши то есть вы понимаете граница первого порядка в действительности прячется внутри самого мелкого подразделения палеонтологической шкафу неразличима до тех пор пока цыгаянская свита была одна такая ну бывают такие соринки в глазу у каждой науки есть соринки в глазу скелеты в шкафу так и прочее можно было дело игнорировать но дальше когда начали копать по всему тихоокеанскому польцу в Китае на Аляске обнаружилось сейчас свит этого возраста вот как раз хорошо этими самыми луканическими греблами задатированными близко к по-моему где-то уже забалдюжим к десятку во всех их та же самая картинка то есть когда в Атлантике происходят все эти самые кошмарные жуткости на пацифике как говорил персонаж из Катракона не происходит ничего ну совсем ничего вообще надо заметить что еще любопытнее в некотором смысле еще скандальнее получается картинка с вот Пермадресовым изменением фаумом Среднесибирской плоскорударь вы знаете наверное кто опять интересовался минимально что самым великим нумеральным в истории планеты было как раз не мелполиогеновая а Пермадресово мелполиогеновое оно просто нам так сказать интересно потому что тогда выбрали динозавры петрозавры такие заметные на Пермадресовой границы выбрала в основном всякая беспознамоченность малопонятная нам а на самом деле масштабно по масштабному масштабности оно конечно сильно превосходило все это так вот если это привязывать к вулканизму опять-таки к к сообразованию Среднесибирской плоскогории то причать в том что как раз на границе Пермадреса на Среднесибирском плоскогории есть сплошной ряд разрезов и вот в эпицентре всего этого все эти кошмарные жуткости обиду не происходит решительно ничего вот ну мы знаем там про окатайфуна всякие слова можно на этом месте говорить но это как-то все-таки очень странно выглядит и еще и еще такая странность вообще по всем признакам вот если и то есть есть луганический сценарий правильный да и все начинается с массового да с загазованность атмосферы тяжелый металл но там еще есть некоторая интерпретация это вот как раз там наши геофизики очень полюбили что вот мало того что в районе среднесибирского плоскогория происходит массовый галлокализм там еще в это время были приличные залежи скопаемого топлива значит нефть с углем вот все это начало гореть продукты горения дополнительно замутняют атмосферу там будут повышать кислотность через некоторое время окей все так но неприятность состоит в том что при таком ходе при таком ходе тела поначалу должна выбирать все неприятности должны начинаться на суше океан обладает гигантской инерцией то есть что сначала должны идти изменения на суше дальше должны идти уже изменения в океане в действительности по-моему случае картина ровно начинается все в океане а дальше на суше либо что-то либо что-то есть либо вообще ничего не происходит резкость изменений в этих самых в наземных сообществах когда начинают четко когда начинают четко и послойно с ними работать оказывается что сильно переоценивается вот как раз последние последние годы больной логической лаборатория продлили специально программа как раз именно по границе пермигресса что на этом месте говорят насекомые насекомые это то есть вот есть среди животных есть насекомые и есть некоторое количество всего остального не совсем в маршрутах статистической ошибки но как-то близко к тому вот что говорят насекомые именно потому что происходит на этой границе оказалось что изменения есть нельзя сказать чтобы они были драматическими а самое главное что удалось показать что практически все как должна быть картина при такого рода катастрофе что происходит катастрофа мир кто-то стирает губки из доски все написано прежде всего мы получаем раса и дальше неким образом о ней пишется совсем новый текст оказывается нет оказывается что то есть предполагается что возникает некий вакуум который дальше неким образом начинает заселяться выясняется что все просто все таксоны которые впоследствии занимают существенные роли в видоизмененном сообществе что они все имеют корни в предыдущей эпохе то есть удалось практически все таксоны которые пермские удалось отрезаться их удалось провалить впервые то есть начинаются изменения все задолго до того почему изменения очень интересные явно связанные с какими-то перестройками внутри сообщества а дальше да происходит нечто что вызывает очень сильное перераспределение экологических ролей в сообществе в сообществе да дальше опять-таки опять-таки пермотресового перехода к мелополиогенному поскольку чексулупский кратер он вполне утвержденный персоной на роль главного виновника всего этого дела с чексулупским кратером работают работали и работают в высшей степени аккуратно то есть там все делают так вот по многим знаниям многие печали вот последние самые тонкие датировки которые были получены получились опять-таки несколько скандальными оказалось что чексулупский кратер имеет возраст несколько более поздний чем события а там все вроде бы очень там вроде бы все очень точно как легко догадаться мы по этому поводу никакого собственного мы не имеем единственное что мы можем точно знать что у стратиграфов и физиков которые занимаются этими датировками как пишут в интернете внезапно начались нестыковки по этой части именно потому что очень точно стали датировать при тех точностях которые были раньше это все сходилось примерно а теперь когда стали считать с точностью до 10 тысяч лет это не мысльная точность для палеонтологии не четвертичной палеонтологии это стало действительно возникли вопросы возникают вот некоторое время назад английский идиолог бентон большой специалист опять-таки по первой границе опубликовал вполне научную книгу совершенно научная коллективная фотография под его редакцией он там много писал сам под не вполне академическим названием «Когда земля почти умерла» вот что касается этого самого первой трес перехода очень некоторое время как раз у нас в институте была конференция посвященная очередная конференция по нашей программе посвященная биосферным изменениям и Александр Георгиевич Канмаренко который у нас в районтологии главный авторитет по этому переходу сделал доклад под еще более неакадемическим названием явно так сказать вот встреч Бентона что на самом деле все было вовсе не так страшно там он как раз суммировал все эти данные насчет того что практически все что появляется потом в тресе оно имеет гораздо более ранний возраст что в значительной степени вот эти представления когда начинается кризис когда начинается кризис в сообществе когда происходит развал ослабление внутренних связей и одним из симптомов вот такого такого кризиса является очень быстро и так называемой негагерент по терминологии красивого эволюция когда появляется просто одним из симптомов биологического кризиса просто они просто перечислены в столбик является возникновение большого количества короткоживущих форм то есть сообщество начинает экспериментировать темпы эволюции вообще-то говоря могут быть гораздо более высокими но чем мы наблюдаем их фактически потому что сообщество не любит тех кто высохается и выпендривается сообщество предпочитает стабильность и для того чтобы начались какие-то изменения к этому в одном звене то есть должны быть нарушены все регуляторные связи вот когда регуляторные связи нарушатся начинает работать как уже сказано система с положительной обратной связи и сообщество начинает экспериментировать тут что только не появляется и вот одним из симптомов это является появление большого количества короткоживущих таксонов вот просто одним из представлений вот почему такие гигантские вымирает такое огромное количество таксонов вот собственно они и вымирают то есть это именно в значительной степени это просто артефакт счетных методик и гибель вот этих самых короткоживущих таксонов то есть изменения значит конечно есть изменения конечно изменения конечно есть но вот общее впечатление которое складывается что опять-таки мы видим примеры мы видим пример вот что 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 видно нам например средний меловой кризис кризис середины мела точно никаких астероидных импактов точно никаких климатических пертурбаций никаких катастроф не получается появляется ничтожная группа сорняков поначалу цветковое растение которым удается за счет некоторых биологических преимуществ занять первые субсессионные стадии в растительных сообществах и это вызывает по указанной схеме полное обрушение тамышнего мезодойского сообщества в результате гибнет масса либо гибнет либо уходит в совсем периферические ниши доминанты мезозойских растительных сообществ их место занимает все эти самые несбалансированные сообщества на основе цветковых растений и это дальше аукается самым крупным в истории класса насекомых вымираний более крупного вымирания среди насекомых чем случилось в середине мела не было то есть вот эта катастрофа которая точно не связана ни с какими внешними воздействиями она была по последствиям самой сильной то есть смена мела на клинозой среди растений насекомых произошла гораздо раньше или например зеркальный пример великое оледенение четверок стеридорий северного полушария уходит под лед какие последствия эволюционные никаких просто арианы смещаются что лед природные зоны смещаются к югу животные растения ходят вымирает последствия некоторое количество крупных мегапитающих не очень понятно по климатическим и по антропогенным причинам происходит это умирание скорее всего по сочетанию тех и других то есть к чему мы ведем что по всей видимости вот все что у нас все что получается у нас что если сообщество находится в здоровом сбалансированном состоянии не находится в состоянии внутреннего кризиса его причинить ему существенный вред внешним воздействием практически невозможно а вот если сообщество уже находится в состоянии внутренней перестройки вот здесь внешние воздействия могут спровоцировать изменения очень серьезные запустим опять-таки запустив внутренние процессы в сообщество то есть нельзя сказать что вот эти внешние катастрофические воздействия никакой роли не играют нет спасибо но они играют роль в последней соломинке ломающей спину верблюга камешка роняющего лавину дернула началась и вот я люблю такую аналогию по этой части вот представьте себе что издана историческая монография в которой на основании всех исторических источников всех архивов в том числе архивов службы секречных наконец подставлено все точки ну насколько это может быть вообще в истории в истории сараевского выстрела вот там кто говорил в принципе психом одиночкой или агент пенсионерских спецслужб была это провокация или разгильдяйство и так далее вот все эти вопросы наконец-то важная очень важная интересная очень интересная к причинам первой мировой войны имеет какое-то отношение абсолютно никакое так вот все замечательные успехи просто которые достигнуты по части катастрофических моделей что вулканических что астероидных они в любом случае касаются вот истории самого сараевского выстрела вот природа этой самой соломинки и этого самого камешка ну а мы в нашем профессиональном сообществе мы как-то все-таки предпочитаем заниматься вот самой лавиной самим верблюдом и процессами которые происходят внутри сообщества вот собственно да я не даже очень сильно перебрал какие вопросы вы вначале сказали о устойчивости к ультрафиолету четырех оснований нет 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 просто они синтезировали два они только периновые синтезировали периметитом и раньше нам не получать нет нет просто насчет периновых там просто никто не пробовал просто вот с этими которые мы синтезировали там стало понятно что они просто единственным значимым ультрафиолетом а с теми надо проверить наверное проверять или химик или никого в этом приятном все ясно и ничего не ясно ясно не знаю привлекая твоя известность но насколько популярно предположение о том, что проблема мелоколиозоль связана так же как проблема серийного метода с переходом от цветкового как бы говоря просто куча цветкового быстрее прошло случаях наоборот и простите мелоколиоген изменения изменения в структуре растительного сообщества связанные с экспансией покрытосеменных они произошли на 30 млн лет раньше чем мелоколиоген эмирально грандиозных тогда для того чтобы для того что одна версия что при крупных изменениях растительного покрова начинает совсем по-другому идти эрозия совершенно по-другому начинается баланс сток микроэлементов и прочее что действительно к наиболее крупным изменениям в океане действительно им предшествуют достаточно серьезные изменения в структуре растительного покрова вот мелоколиоген умиранию предшествует соответственно экспансии покрытосеменных в том числе возникновения однодольных которые формируют дермину принципиально то есть двудольные это самые совершенные эксклеренты которые быстрее всего захватывают поврежденные участки земной поверхности а однодольные формируют дермину то есть они самые эффективные подавители эрозии такие бывают вот пермотряс сообществу предшествует появление петлоксилических голосеменных которые видимо по всей видимости первые кто начинает заселять в это раздел то есть принципиально франфоменскому вымиранию в демок следующему по масштабности соответствует появление лесной растительности как таковой хотя бы по руслам речек предыдущие по масштабам вымирания в конце эсилура оно соответствует появлению вообще сосудистой растительности то есть опять это довольно скользкий путь подбирать подбирать факты под концепцию на самом деле но тем не менее некоторые соответствия найти вполне можно а можно эту систему применить к современному состоянию да конечно я вот то что если сейчас произойдет какая-то вот эта соломинка изменится произойдет какое-то изменение или нет нет ну то 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 что систему что систему если она находится в сбалансированном состоянии нельзя разрушить внешние воздействия это очень похоже на правду не это понятно я имею ввиду вот про текущую систему можно сказать что она находится сейчас в балансированном состоянии или сейчас она находится к сожалению это можно сказать только позже дело в том что мы все время имеем дело с автокаталитическим процессом который начинается с совершеннейшей чепухи а дальше порождает систему положительных обратных связок то есть начинается все с такой ерунды а потом дальше так сказать слово за слово и вот она и вам вот и вам пожалуйста ну вот такого что то есть стабильное состояние системы можно только да когда только только может быть может быть и не обязательно через большое время но через некоторое время находясь внутри системы не получится скажите пожалуйста а вот вы нарисовали вот такую картинку справа ну а потом упомянули что сейчас постепенно ну как бы все кажется не даймит статистически может ли вот в будущем оказаться или сейчас есть какие-то концепции что она больше все-таки на левую похоже да нет сейчас в том-то все и дело что это все как раз иллюстрировано достаточно хорошими апплиантологическими материалами то есть концепция это прерывистая равновесие это не некий так сказать вот теоретически депутивный конструкт она как раз родилась из материала то есть как-то начали уильямс работать с моллюсками турканы показано было на разрезах на очень-очень полных очень с плавным осадкой накоплением разрезах что действительно все идет очень резко неравномерно то есть периоды стазиса чередуются с периодами относительно резких изменений и дальше и дальше поскольку из этого из этого хорошо все объясняется то вот все с большим удовольствием это приняли раньше начали подтверждать на этом материале то есть что эволюция очень сильно неравномерно это в общем-то считается вполне установленным фактом вот причины этой неравномерности как запускаются вот эти самые периоды резких изменений вот здесь там всякие но вот как раз картинка что они запускаются в результате возникновения в системе артокаталитических циклов это как раз опять же очень похоже на правду так что все-таки вымирание это уход старых или появление и уход живущих видов нет понимаете в смысле вымирание это абсолютно естественный компонент революционного процесса как выяснили в великой вымирании это большая масса старых видов исчезло или появилось много живущих нет просто когда просто когда считают просто когда приводят цифры вымерших таксонов то туда в него всегда включают вот эти самые грандиозные цифры 90% ну на что говорить ну такого не может быть ну да конечно некомпенсированные некомпенсированные вымирания они разумеется есть я говорю вот как раз где очень хорошо это на растениях и насекомых для среднемалового кризиса ну да так сказать вымирание там те насекомых там падает на 30 за каком процент да это гигантская цифра то есть это потеря фауны и все прочее ну 30 ну не 90 же ну не может быть такого а скажите пожалуйста вообще имеет смысл эволюционная теория развития вообще сейчас в наше время когда техногенные факторы играют гораздо более существенную роль в развитии цивилизации человечества и вообще жизненно на земле чем эволюция мне кажется мы очень сильно переоцениваем свою значимость и свое воздействие на планету биосферу и все прочее мы очень самонадеянны на этом месте и вот понимаете когда говорят что мы обеспечиваем такое количество выбросов с О2 в атмосферу что сегодня-завтра у нас все океаны вскипят ну и по сравнению с лулканической деятельностью идет все как будет а мировая война третья мировая война ядерная война есть опять же сильное подозрение что это будет печально для нас но планеты это не особо заметят на эволюцию нет на эволюцию она не повлияет никак вообще нам плохо нам как биологическим хотя есть подозрение что и нам мы как биологический вид это вполне переживем ну и в Армурс в каминный век вот смотрите американские эти самые фильмы постапокалипсис ну да роза и запрос нацентке взаимодействие между человеком и прочим живы существам оно есть безусловно и живы существам охраны веком числе то есть люди там не безвечный малый было например знаете есть подозрение что там все еще интереснее что есть подозрение что в антропогенной среде животные начинают приобретать свойства совершенно им доселе не свойствами ну такие вещи там как причем это происходит буквально на глазах то есть сложнейшее поведение крыс например стаянная социальная организация грызунов грызунов вообще-то не говорит социальной организации такого типа а вот вам пожалуйста появилось за как легко догадаться можно посчитать когда родственной рейбус его притащили вот вам пожалуйста или или там вот сейчас там кошек которые в подвалу наших помышленных кошек которые там по подвалу живут вот у них тоже появляется очень сложная форма коллективного воздействия детенышей совместно выгармливают там и прочее стаянная кошка она которая юляет сама по себе там ну с воровами там понятно что творится вот есть сильное подозрение что среда среда создана потому что город это совершенно определенная экологическая система с нормальными некоторыми характеристиками стабильными что когда зверушки начинают подстраиваться к жизни в этой самой системе они начинают вестись абсолютно не так и есть сильное подозрение что ну как что так вообще на самом деле происходит видообразование потом более как судообразование что сначала меняется самая лобильная часть то есть меняется поведение под поведение подтягивается физиология всякая а уже физиологию дальше подстраивается морфологические изменения ну если до этого доход черед то есть вполне возможно что мы на примере наших этих самых зверушек в антропогене мы как раз наблюдаем вот эту самую видообразование инстанту на сцене причем вот по этой части опять же сейчас есть очень хорошие работы эксперименты по видам которые где можно точно сказать какова продолжительность ледообразования вот там про мудрый строкрылок которые в Америке заселяют ничего что я отвлекаюсь непосредственно от темы лекции вот такой замечательный это опять прямо касается нашей темы насчет того что порождает быстрые изменения в системе как подгадаться яблоня в Америке появилась 30 лет назад у вас зависит на поселекции до этого не было такого дерева вот там есть муки быстрокрылки которые живут в плодах лечебники живут в плодах рот без прокрылок один вид в боярышнике один в чернике третий в снежной ягоднике боярышниковый вид лечебники его начинают жить на яблоке вредительными становятся почему собственно заинтересовались этим делом дальше выясняется что смертность лечебник которые в яблоке на 20% выше чем в исходном боярышнике вот с чего бы они полезли на боярышнике где им очевидно вроде как хуже на яблоке на яблоке они со своего родного боярышника начали перелезать на яблоке где они дохнут на 20% выше оказалось что на каждом из видов мух паразитирует свой вид наездника который откладывает яйца в личинку и после этого наездника съедает личинку мушки соответственно яблоко больше по размеру чем боярышник через него уходят в более глубокие горизонты мякоти и наездник недостает энциклата поэтому 20% они теряют на том что менее вкусное менее питательное менее приспособленное но соответственно затопы потери от наездников они настолько меньше 70% разница получается суммируем перемножаем в столбик получаем профит что лучше на этом месте дальше выясняется что мушки которые на яблоке начали жить они уже имеют определенные биохимические различия у них есть абсолютно четкие предпочитания другие запахи являются реперентами аттрактантами есть поведенческие особенности поведения то есть это отчетливо новый вид который начинает формироваться дальше самое интересное а наездник наездник который исходный боярыш он отставок он немножко поиграл в эту игру и понял что здесь карта не идет а вот бояры наездники с черники они тем не менее решили бы в этой группе играть собственно говоря сейчас на них паразитирует черничный наездник который тоже от исходного черничного от исходной черничной формы отличается вот по таким же признакам значит статья в сайте которая это дело описывала она описывает что вероятно это первый известный нам случай документированного видообразования в одной группе животных запущенного не в результате возникновения баринера как классическое майорское видообразование вот исходная популяция потом возникает преграда мешающая скрещиваться и дальше обосновляются два вида сначала два подвида потом они потихоньку становятся видами здесь это отчетливо симпатрическое видообразование то есть все происходит внутри одного в одном том же саду все это происходит что причина видообразования индуцируется изменениями в другой группе живых организмов как там сказано что причиной биологического разнообразия в некотором смысле является само по себе биоразнообразие причем дальше можно еще предполагать предположить что с яблоком это наверное вряд ли получится культурное растение а вот если бы это было просто завозное растение которое начинает осваиваться по новым дальше в эту систему наверняка включилось бы и растение что растение начало бы раздвигать сроки цветения и прочее чтобы сбросить этого паразита и таким образом а это уже в свою очередь включило бы кучу всяких видов которые входят в свит вот этого самого условного яблока то есть мы именно видим пример того как начинают работать вот это самое вот этот каскад положительных обратных связей в системе который дальше может приводить собственно все заключается в чередовании что за старинность системы отвечают отрицательные обратные связи а за изменения отвечают положительные обратные связи вот вопрос о том как системы из состояния когда все гасится отрицательными обратными связями переходит в разбалансированное состояние когда начинаются активные изменения которые захватывают кучу всего прочего когда собственно идет активная эволюция в которой не надо думать что она ведет обязательно в правильном направлении именно что она ведет куда угодно последствия могут быть абсолютно какими угодно вот владимир жирихин так сказать наш великий как я полю эколог вот он как раз повторял всех почему-то очень волнует исчезновение там видов там в тропах так сказать выбор очередной зеленый попугайчик нет в этом нет ничего хорошего и так сказать вот лучше бы чтобы этого не было но вы почему-то не обращаете внимания на то что появляется на наших глазах вот обретение живущими с нами в антропогене про что мы говорили видами новых принципиально новых свойств и возможно мы наблюдаем возникновение новых видов которые возможно сформируют такое сообщество в котором нам с вами места не будет так вообще поэтому повнимательнее надо прилетоваться к тому что новообразуется а не только потому что исчезает вот так да я хотел спросить по поводу первого вымирания насчет масштабов вы сказали что в плане жизни особых мнений нет 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 мне неправильно поняли в море вымирание было вымирание было очень масштабным хотя возможно хотя возможно по всем признакам не таким масштабным как это пишут а вот на суше действительно изменения есть но недостаточно плавными а главное что в эпицентре всей этой кошмарной жуткости оказывается одной из самых спокойных и неподверженных изменениям мест вот это странно я понял я как раз по поводу эфицентра я хотел спросить я в одном не посетить ваше лекция замечательно буквально слоями так и есть так и есть просто а пусть на полярной литературе сибирский трамп описывается как буквально моря лавы и прочее нет то что в путоранах это то что в путоранах то что на нижней дунгузке это действительно это действительно лавовые слои а между ними осадочные нет это же невозможно чтобы такой объем был просто состоял изозлившейся просто технически не получится заскать не сможет но то есть масштаб был не такой критичный как нет просто что нет ну как легко догадаться это же в три дня излилось это длится опять-таки ну ну сотнями тысяч лет точно а скорее всего миллионами да то есть вот 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 залилось вот остыло вот что-то там заселило это вот дальше пожили некоторое время потом вулканы опять пробудились вот это все дело опять залило лавой и так дальше нет просто вы прикиньте объем не выстрелы чтобы что-то получилось сразу ну и собственно собственно говоря все задатировано достаточно хорошо и достаточно растянутый по времени процесс понимаете это вот всегда когда говорят это значит это произошло очень быстро практически мгновенно все пускают из виду что это быстро и мгновенно это вот с нашей идеологической точки зрения что когда для нас в общем-то единицей времени является миллион лет да спасибо спасибо